Если вас интересует мое мнение по поводу данного редизайна лаунчера, то вот что я могу сказать. Мне осталась непонятна только одна вещь. Я могу понять, но как зайти на руки это проекты от игровой сети, моей любимой, этот все Аризона Геймс. Некоторые неравнодушные люди в комментариях, там, под постом Лайв Сампа, по типу вот этого всего Дениса Промовича, а есть и вот такой. Между всеми этими роликами был один особенный, в котором я показывал новый обновленный интерфейс. Наверное, я могу полагать, вы все помните мои ролики про лаунчер Аризона Мобил. Сначала это были видео типа, а когда выйдет Аризона Мобил, а что там будет, а что сейчас вообще известно, а что сейчас вообще неизвестно. Ну и вроде того. Думаю, что вы еще не успели забыть те видео, потому что они выходили, ну, не больше года назад. Хотя время вот так летит, особенно когда тебе уже там, знаете, 18, 19, 21 и так далее. Ладно, неважно, подавляющее число людей до сих пор по какой-то непонятной лично для меня причине, оставшихся на этом канале. Ну, в общем, некоторые люди на этом канале, они ждут ролики по Аризоне Мобил. И как я только не выкручивался, господи. Говорю, ребята, есть вот то, есть вот это, есть такой инсайт, а есть и вот такой. Между всеми этими роликами был один особенный, в котором я показывал новый обновленный интерфейс Аризоны Мобил за несколько месяцев или за несколько недель до официального релиза. И тогда некоторые такие типа, о, круто, классно, это будет выглядеть, ну, просто, наверное, замечательно. А другие такие, да ты чё, да такого не может быть. Да как Аризона Ролиплей из Аризоны Мобил может переименоваться в сам Мобил? Типа, ты чё, дурак, вот так далее, вот всё в этом ключе было. Но давайте отбросим все эти ненужные разговорчики и обсудим новость, которая не так давно появилась на просторах моего любимого, без преувеличения, без всякого сарказма я это говорю, сам журнала. Потому что все вот эти вот, знаете, опечатки, все вот эти вот прочие, вот, просто непонятно вообще, как появляющиеся штуки в рекламных постах этого журнала, они мне уже стали как родные. Ромка Злобин, там, все вот эти вот редакторы, все прочие люди, господи, они замечательные. Без преувеличения, без вот всякого лукавства, лучший разработчик Аризона Ролиплей показал обновленный мобильный лаунчер проекта. Как вам дизайн? Спрашивает нас дорогой Ромка Злобин, либо же редактор журнала LifeSum. И тут, признаться честно, мне его никто не сливал. Я, к сожалению, узнал о новом дизайне, какие обычные люди из новостей. Какие вы, какие там, вот, игроки Аризона Ролиплей, игроки Аризона Мобайл и всего прочего. Но, стоит вам сообщить, что если у вас есть вот подобная информация, то желательно рассказывать о ней мне. Так как, кто, если не я, смогу использовать ее по прямому назначению? А именно, рассказать подписчикам моего дорогого канала, он действительно дорогой, там недавно вот писали, предлагали 30 тысяч рублей, вот эти вот все скупщики каналов и так далее. Ну, в общем-то, кто, если не я, сообщит вам о предстоящих обновлениях лаунчера? Не можете ответить на этот вопрос? Вот именно, потому что никто. Если вас интересует мое мнение по поводу данного редизайна лаунчера, то вот что я могу сказать. Редизайн замечательный. Именно такими должны быть игровые лаунчеры в 2021 году. Максимальный минимализм. Минимальный максимализм юношеский. Псковское порно и список серверов, на которые ты в последний раз заходил. В числе которых, кстати, есть Феникс, Аризона РП. И нужно ли вам напоминать о том, что геймплей данного видео я снимаю именно на этом сервере проекта Аризона Ролеплей? Как бы это ни было странно. Типа, нужно вообще, не нужно? Вот, надеюсь, что не нужно. Ну, не расстраивайте меня там, в самом деле. Промокод, никнейм, половые связи. Ну, сами все понимаете, не маленькие все-таки. Не первый же год ролики запаздывают и не выходят в 20.00, какие расписаны в шапке моего канала, как там вот показывается в начале каждого видеоролика. Обидно, конечно, но ничего не поделать, да. То есть, запаздывают все. Вы там на учебу, там, я в колледже, я с роликами, я из колледжа, я там домой, я еще, хотя как можно опаздывать домой. Неважно, не задавайте вопросы лишние. Касательно редизайна, если разбирать его более подробнее, мне осталась непонятна только одна вещь. Ведь лаунчер Аризоны Мобайл, это уже давно не лаунчер Аризоны Мобайл. Как бы это странно не звучало, это же теперь, типа, ну, сам мобайл, лаунчер для всех. Куда может зайти, где может все это скачать любой человек и зайти на любой проект. Типа, а тут сейчас какого нет? Нет, допустим, как зайти на сервер Аризоны, вот с этого всего лаунчера, я могу понять. Но как зайти на другие проекты от игровой сети, моей любимой, этот, все Аризона Геймс, не особо-то понятно. Хотя, я могу предположить, что вот эти вот три полоски Адидас слева, они как раз-таки и служат для переключения проектов на аккаунте Илона Маска. Ставь лайк, если не знал, что Илон Маск играет на сервере Туксон и Феникс. Посмотрим, сколько нас, в самом деле, неравнодушные люди, все-таки должны, там, подписаться, там, поставить лайк, написать комментарий, вот, прочие вещи так же сделать, может быть, я не знаю. Некоторые неравнодушные люди в комментариях, там, под постом Лайфсампа, типа, вот этого всего Дениса Апрамовича, недоумевают. Почему дизайн так резко изменили? И, типа, мол, что со старым-то не так? Зачем менять то, что и так хорошо работает? Предугадываю, что и под моим видеороликом будут такие люди, как Дениса. Могу сказать им только одно. Сначала, так сказать, закончите университет по графическому дизайну, а уже потом говорите, что вот этот вот старый кислотный дизайн Аризоны РП, Mobile Launcher Games, скачать бесплатно Android, был лучше. Ну, в самом деле, друзья, давайте не будем позориться. 2021 век на дворе, а люди до сих пор думают, что старое это лучше нового. Ну, я не знаю, сидите тогда вообще на пятом андроиде, если вам так старое нравится, а то придумали тут, мне не нравится это, мне не нравится то, старый дизайн был лучше, Павел Дуров верни стену во ВКонтакте. Кому все это нужно? Вы, может быть, еще на стыке плитки наступаете, когда по улице идете? Ну, просто же ужас. Я не знаю, как люди могли до такого докопаться. Я просто не понимаю, как люди могли до такого докатиться. Ну, одно слово, рашка, и сразу все становится понятно. Делая вывод из данного моего видеоролика, из того, что я сказал до этого, можно сделать только один вывод. Вернее, их несколько, но как бы под одной чертой все это пройдет. Редизайн крутой. Графический дизайнер постарался, с каждым разом у него выходит все лучше и лучше. Я надеюсь, что все у него будет продолжаться точно так же. Как заходить на другие проекты Arizona Games из всего этого лаунчера Arizona Mobile или Samp Mobile, непонятно. А люди типа Дениса Абрамовича не особо хотят обновляться и считают, что старое лучше нового. Ужасные люди. Кто вас вообще так воспитывал-то в самом деле? Мне вот за вас до сих пор стыдно. Сижу тут, как Перельман в Купчино, и думаю, чуваки, как так можно? Я играл и снимал и играю и снимаю до сих пор, надеюсь, это продлится еще лет 100, на проекте Arizona Rollieplay Phoenix. У меня тут есть Infernus, Skin 249, по-моему, он такой по счету идет, и миллион вертов. Если хочешь так же, то заходи по айпишнику в описании, вводи никнейм DanteConnor при регистрации и промокод NoToxic54 при достижении 5-го игрового уровня, так называемого левела. Новый замечательный видеоролик выйдет завтра в 20.00 по московскому времени, ни минуты раньше и ни минуты позже, я на это надеюсь. 250 лайков под данным видео и роликов по Black Rush будет еще больше, чем их есть сейчас. Всем пока и, наверное, до свидания. И, наверное, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok